Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Павла Ларина. Все мы знаем, кто такой Дарт Сидиус, темный лорд Сито, вскрывающийся под личиной добренького сенатора, а затем и галактического канцлера, дяди Палпатина. Несмотря на свои высокие позиции в Сенате Галактической Республики, он, в отличие от многих других сенаторов, министров, представителей мегакорпораций и президентов целых звездных систем, продолжал следить за своим здоровьем даже в очень значительном возрасте. И хотя нам неизвестны факты о диете темного лорда под прикрытием, в одном мы можем не сомневаться точно. Физические упражнения Дарт Сидиус очень ценил и наверняка время от времени занимался у себя в личных канцлерских покоях тем, что вертел своим разогретым до многих сотен и даже тысяч градусов красным мечом, пока его никто не видел и выполнял с ним такие пируэты и кульбиты, что ему бы позавидовали наши земные олимпийские чемпионы-гимнасты. Ну или свои удары он оттачивал где-то еще, к примеру, в одном из своих уютных поместий на Набу или на борту одной из своих роскошных космических яхт. Кстати, а где, по твоему мнению, Палпатин мог еще тренироваться? Не стесняйся писать об этом в комментариях. Будет интересно прочитать как мне, так и другим. Впрочем, к чему это я вдруг начал разглагольствовать о тайных спортивных подвигах будущего императора Палпатина? А к тому, что практически каждый член высшего совета джедаев был уверен, что их главный противник той эпохи, Дарт Сидиус, практически наверняка был очень могущественным дуэлистом, превосходившим в мастерстве даже таких умудренных опытом воинов, как Дарт Тиранус, более известный нам как Граф Дуку, а также таких ситов-ассасинов, способных убить в дуэли мастера-джедая, как Дарт Мол. И это было вполне логично, ведь если даже сит-ученик, вроде Дарта Тирануса и Дарта Мола, был столь умудрен опытом боя на световых мечах, то что и говорить о мастерстве их непосредственного учителя? Ибо, как мы знаем, у ситов в почете именно сила и могущество, и если бы Дарт Сидиус не превосходил в мастерстве своих учеников, то те бы просто отказались ему служить. По этой самой причине, как вы уже могли догадаться, в третьем эпизоде «Звездных войн» вместе ситов, Йода, будучи одним из самых продвинутых дуэлистов всего Ордена Джедаев того времени, и сказал Оби-Вану лететь за Энакином, ибо грандмастер Йода понимал, что у Оби-Вана Кеноби против Дарта Сидиуса в открытом бою выжить было бы очень мало шансов. Кроме того, именно по той же самой причине Мейс Винду и не пошел в офис Галактического Канцлера в одиночку, взяв с собой в качестве сопровождения сразу трех очень опытных мастеров-джедаев. Впрочем, как мы знаем, даже их мощи оказалось недостаточно для того, чтобы запугать и уж тем более, чтобы остановить великого дуэлиста Сито в открытом бою. Но все вышесказанное наводит нас на вопрос, а были ли в Ордене Джедаев такие дуэлянты, которых можно было бы считать равными даже Дарту Сидиусу? Ну, кроме Йоды и Мейс Винду, конечно же. И если они были, то что же это были за мастера-то такие, раз даже герои войны, как Оби-Ван Кеноби, согласно мнению Йоды, не дотягивали до уровня истинного Повелителя Сидов. И да, такие мастера, как оказывается, были. И одним из них был забракский мастер-джедай по имени Аген Колор. Происходя из расы забраков Иридонианцев и имея своим родным миром планету Корусант, Агену Колору удалось избежать тех унижений, которым подвергались представители расы забраков с Дата Мира. Расы Дарта Мола, о которой у меня на канале, кстати, даже есть отдельное видео. Правда, по другим данным, этот будущий мастер-джедай происходил с планеты Иридония. Но, как бы то ни было, это означало, что он не подвергся тлетворному влиянию культуры Датамирских Сестер Ночи. И потому с раннего детства Аген Колор обучался в Ордене Джедаев, что позволило тому вырасти относительно спокойным и уравновешенным человеком. Ну, то есть забраком. И хотя Аген Колор, подобно Оби-Вану Кеноби, мог нарушить некоторые галактические законы во время исполнения своих миссий и даже произносить прямые угрозы убийством, как это было во время погони за другим известным по комиксам джедаем того времени, Куинланом Воссом, который на некоторое время как бы предал республику, тем не менее Аген Колор всегда был сторонником Светлой Страны. Кстати, в дуэли с Куинланом Воссом мы можем вполне хорошо видеть то, насколько великим мастером во владении световым мечом был Аген Колор. Ведь обезоружить Куинлана Восса и даже нанести тому предупредительный удар Ожог Световым Мечом Агену Колору не составило особого труда. Аген Колор был ярым сторонником идеи того, что в каждом джедае есть добро и что даже те джедаи, которые перешли на темную сторону, могли быть возвращены к свету. И, к примеру, если бы гипотетически графу Дуку и Агену Колору пришлось бы встретиться в бою, то, во-первых, у Агена Колора вполне были бы большие шансы на победу, а во-вторых, в случае победы Аген Колор не стал бы убивать своего оппонента, как это сделал Энакин Скайуокер на борту флагмана генерала Гривуса Незримой Длани. Осознавая превосходство своего мастерства во владении световым мечом, он был бы очень спокоен в подобной ситуации и, помня об идеях доброты и справедливости, наверняка попытался бы вернуть своего брата джедая, графа Дуку, на путь светлой стороны силы. Кстати, интересно, а если бы Агену Колору чисто гипотетически пришлось бы встретиться лицом с Дартом Сидиусом и чисто гипотетически, если бы Аген Колор смог бы победить темного повелителя ситов, жалился ли он бы над Сидиусом или же из соображений безопасности он бы предпочел лишить темного канцлера жизни? Как ты думаешь? Впрочем, к сожалению, возможность победы Агена Колору над Сидиусом всегда оставалась лишь теоретической. Да, Аген Колор был великим джедаем, одним из лучших дуэлистов того периода, если даже не одним из лучших дуэлистов далекой-далекой галактики за всю историю существования Ордена Защитника Света. Но даже его долго развиваемых навыков и врожденного мастерства оказалось недостаточно, чтобы выстоять против мощи темного владыки. Да, Мейс Винду, так же, как и многие другие джедаи той эпохи, думал, что Аген Колор был достоин сражаться против Дарта Сидиуса. И именно по этой причине Мейс Винду и взял Агена Колора к себе в команду, когда в третьем эпизоде Звездных войн Местиситов он отправился арестовывать Великого Канцлера Палпатина. Но все надежды, как Агена Колора, так и Мейс Винду оказались разбиты в пух и прах. Аген Колор по жизни был искусен в бою, но так же, как и любой другой человек, ну или Иридонианец, он не был застрахован от внезапных атак. Тренировавшийся не только в искусстве долгого и затяжного боя, но и в искусстве неожиданного нападения, Дарт Сидиус воспользовался преимуществом неожиданности и нанёс Агену Колору смертельный удар. По мнению многих, Аген Колор был куда более искусен во владении световым мечом, чем, к примеру, мастер Кит Фиста или мастер Сэси Тин. Но в том злополучном сражении Аген Колор оказался убитым самым первым. Его последними словами была одна короткая фраза. Это... не больно. Уж не знаю, вёл ли он в данном случае речь о физической боли или же о возможной психологической боли от осознания того, что все годы его тренировок оказались бесполезны и что его бой окончился менее чем за секунду, но в данном случае мы могли видеть, что Аген Колор погиб так же, как и жил, со спокойствием в душе. Насколько я знаю, он никогда не хвастался своим мастерством, но всё равно большинство в Ордене знало, что именно Аген Колор был одним из самых продвинутых бойцов в вопросах фехтования. Впрочем, грязные приёмчики Палпатина, вкупе с ещё большим жизненным опытом и, что, наверное, ещё более важно, вкупе со знаниями великих ситов, дарующих их носителю не менее великую мощь, одержали верх над трудолюбием этого, на мой взгляд, тоже очень великого, но не заслуженно забытого всеми мастера джедая. Кстати, а что ты думаешь по этому поводу? Был ли мастер Колор действительно крут? Или же его последнее поражение вполне оправданно отбросило всю его крутость в небытие? Мне было бы очень интересно узнать твое мнение об этом, так что, как и всегда, не стесняйся написать комментарий или даже несколько комментариев, я этому буду только рад. Ну и поставь, пожалуйста, лайк, чтобы помочь моему видео в продвижении и моему каналу в росте. Кто знает, может быть, именно благодаря твоей поддержке у меня и получится набрать 100 тысяч подписчиков еще до начала лета. Ну а если ты на моем канале в первый раз, то не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы регулярно смотреть интересные видео о самых больших тайнах вселенной Звездных Войн. Спасибо за просмотр и, как говорили древние, позволься ли идти с тобой? Всегда! Субтитры сделал DimaTorzok